Всех приветствую! Итак, новости по бутылкам Nalgene. Некие новые аксессуары, которые я прикупил. Обзор их, сравнение, совместимые с бутылками сплав и так далее. В общем, поехали. Приобрел я вот такую штуку, называется она PILIT. Это, по сути, хренька для таблеток. Там внутри есть перегородка, но, мне кажется, это отличный аксессуар, чтобы использовать его для, допустим, хранения чего-либо. Вот бутылка, в бутылке вода. И здесь дополнительный контейнер на крышке. И выглядит это все следующим образом. Вот, закрыто. Хотим попить, откручиваем, пьем. Естественно, это не так удобно, как, допустим, с крышечкой, которую я пользуюсь, с узким питьевым горлом, с адаптером сюда. Но он не совместим с данной системой. Концепция пока такая. Мы используем эту бутылку. Снизу надета железная кружка, допустим, Татонка, какая у меня есть и там другие всякие. Снизу надета железная кружка. Это все находится в подсумке, где-то в кармане рюкзака. И если нам нужно попить чай, мы достаем горелочку, газовый баллон, ставим непосредственно эту железную кружку на огонь, кипятим чай. А сам чай, он находится вот здесь. Вот он. И сейчас я точно покажу, сколько это грамм и какие размеры имеет вот этот вот синий контейнер. Черная, это обычная крышка от бутылок Nolg. Глубина отсека вот здесь вот 15,4. Плюс, может быть, зависит от формата крышки. Ну, вот здесь вот, может, чуть-чуть еще место будет сверху. Естественно, если вынуть перегородки, то место будет больше общего объема. Ну, а так вот, вот 53. Высота крышки, если смотреть вот так, 31. Совместно с оригинальной накрученной крышкой это будет 34. Видите, сколько, да, еще свободного места осталось. Посмотрите, достаточно много. Так, 13 грамм чая. Я думаю, 14 грамм чая сюда вот такого гранулированного вполне нормально влезет. А 14 грамм чая, ну, вот этого количества мне хватит заварить в пол-литровой кружке. Ну, раз на пять, наверное. Ну, чай это вообще было как пример. На самом деле, чая влезает слишком мало. Вот было бы она еще на полсантиметра повыше. Вот было бы прекрасно. Жаль, жаль. Так бы было идеально. Ну, вот фигарим чай прямо в бутылке. И фишка этой бутылки, что в нее можно лить кипяток. Вот гранулированный чай оседает на дно и спокойно пьем. Затем аккуратно споласкиваем и все нормально. То есть вот у меня эта бутылка как кружка и плюс дополнительная емкость для воды. Так, информация по этой крышке. Уже спустя достаточно долгое время, после того, как я снял основную часть ролика. По поводу этого адаптера на крышку. Его у меня здесь нету. Почему? Ну, вот я пошел поход на два дня, и у меня здесь там еда, вся фигня. С этой стороны такая бутылка, с той стороны такая бутылка. Я не взял эту фигню. Почему? Потому что, во-первых, это лишнее место. Во-вторых, это лишний вес. В-третьих, у меня эта бутылка служит для того, чтобы наливать туда кипяток и заваривать в ней чай. Ну, в данном случае сейчас вода. Поэтому, когда наливаешь сюда кипяток, то, что в этой крышечке, оно в теории может отпотевать. И ничего хорошего в этом нет. Поэтому... Ах ты падла. Поэтому... Да, сейчас в энцефалитном костюме, поэтому мне такие штуки не страшны. Поэтому я без этой штуки иду. А чай храню в пакетике. Сейчас покажу, в каком. Не баночки, в пакетике. Потому что у меня такой легкоходный поход. Чай, конечно, с соли, всякую такую фигню удобно хранить в таких вот баночках, да, с надписью чай. Почему нет? Но здесь просто у нас все в одном. Я на канале много раз показывал свой набор для готовки на горелке сверхкомпактный. Где кружка, внутрь вставляется баллон, внутрь вставляется горелка, ложка. И еще туда даже влезает микроконтейнер со специями и с солью. Но ущербность этого подхода, и я сто раз уже это говорил, то, что когда вы поели из этой кружки или попили из нее чай, нужно ее вытереть насухо, прежде чем убирать внутрь туда все. И нужно протереть дно баллона тщательно, чтобы убрать в эту кружку. Там рукавом и так далее протирать дно баллона, который стоял где-то в грязи, ну это неудобно. Ну вот это, это будет как раз дополнение к этому набору. Здесь снизу кружка, горелка и газ-баллон отдельно. Чай в крышке. Так что вот как вариант, как вариант я решил попробовать, приобрел эту штуку чисто для теста. Плюс, она еще может использоваться как хранилище для таблеток. Сейчас покажу вообще, как она все приезжает. Я приобрел вот эту фигню. И еще один аксессуар для налджин для маленькой бутылки. Это такой вот рассекатель силиконовый, то есть пить очень удобно. Пьем вот отсюда. Он съемный. Вот здесь отверстие для подсоса воды. Пить удобно реально. Уже как бы пил, все комфортно. Блин, сейчас я покажу. Ну вот так это выглядит. Пьешь из этой фигни, как бы все нормально. Мне все нравится. Хорошая штука, легко достается. Есть такие пластиковые. В этом видосе рассекатели появятся. Но вот эта бутылка с узким горлом, ну она потому что сама маленькая, в отличие от этой. И к ней никаких переходников, крышечек сужающих еще нету. Может есть, я не знаю. Но поэтому вот сюда это будет хорошее решение. Единственный ее минус, то что, блин, запара, то что ее нужно доставать, когда туда наливаешь, когда моешь. И это такая отдельная хренька, которая, ну неудобна в обслуживании бутылки. Удобна в ношении и удобна в питье самой бутылки. Но как-то как, когда начинаешь ее мыть, еще что-то она мешает. Держится плотно. Вот так вот оно поставляется. На Algin синего цвета. Хотя у меня бутылка серая. Ну просто на синюю там была какая-то распродажа. И здесь, соответственно, есть информация. То есть можно поставить перегородку, чтобы было два отсека. Можно вообще не ставить перегородку. Можно поставить две перегородки, чтобы было четыре отсека. Ну и, соответственно, здесь оно каким бутылкам подходит. Описано. На данный момент у меня бутылка с вот такой вот хренью. Попробуем установить вот это чудо. Естественно, это устанавливается вот сюда. Хоп. И хоп. Ну тут получается, что мы не можем пользоваться вот этой крышкой. Да, это глупо. То есть мы не можем пользоваться вот этой крышкой, потому что она будет... Ну, она же у нас для питья. То есть это скорее для бутылок налджин, у которых просто обычная чёрная закручивающаяся крышка. Туго. Да, так туго. И поперёк. Хоп. Несколько выпирает. Следующее, что я взял, это такую вот мини-фигню. Splash Guard. Size Mini. Для налджин N-Gen и Kling-Contin. Так. Для детей и взрослых. 43 мм налджин. Да, она подходит для этой моей хреньки. Так что всё нормально. Я просто подумал, блин, что-то она как-то вдруг не подойдёт. Вот так. Вот такое вот дополнение. Просто не очень удобно из широкого горла пить. Можно иногда облиться, поэтому я решил взять вот эту фигню. Ну тут рассказывать особо не о чем синего цвета. Вот такую бутылку с небольшой синевой. Параметры вот этой фигни. Ну здесь буквально 14 мм. А вот тут, ну конечно так поболее. 22. Чем удобна эта малая бутылка? Я ещё не объяснил. Во-первых, она влезает в любую сумку, в любой органайзер, куда угодно. Её вполне можно открыть одной рукой при желании. Это, конечно, не бутылка с какой-то кнопкой, которую нажал, отщёлкнул, она открылась. Такие тоже существуют. И я, наверное, рекомендую приобретать всё-таки их, а не вот это. Потому что открытие щек, защёлку, она откинулась. Вы попили из питьевого отростка, и как бы всё нормально. Да, такие тоже есть. И среди мелких в том числе. Их брать лучше. Я купил вот эту, потому что была возможность, она продавалась в обычном офлайн-магазине. Я такой думаю, ну да, вот, возможность подвернулась. Я знаю, что существуют такие бутылки, надо купить, проверить. Тут проблема в том, что хрен поймёшь, как эта штука расположена после открытия крышки. Просто вот ты откручиваешь и держишь, допустим, вот так. О, а пить-то не с этой стороны. Нужно довернуть в руке и пить уже отсюда. В этом минус вот этой хренотени. Вот этой штукой мелкой, рассекателем в мелкую флягу налджин я подоволен. Вот этой штукой я пока недоволен, потому что из бутылки пить неудобно. Если вы человек с какими-то заболеваниями, то это может быть актуально. То есть там лежат таблетки, какой-нибудь спортпит кушаете или какие-нибудь витаминки, то тоже их можно вот сюда вот положить, чтобы иметь в повседневной бутылке, не именно в какой-то походной, вот эти вот таблеточки с собой. Не какую-то отдельную коробочку с пилюлями, а вот здесь. Как бы это и незаметно, что ты таскаешь какие-то пилюли и так далее. И это как бы всё в одном. Взял её, запил водой. И ты её не забудешь дома, потому что ты берёшь с собой, допустим, литровую бутылку. Что по совместимости с другими аксессуарами, со всей вот этой, вот вообще и со всей хренотенью, которая у меня имеется в хозяйстве. Хочу это продемонстрировать. Думаю, кому-то это будет полезно. Вот как пример CityTerm фирмы Novotour. У меня был такой же от фирмы Arctic. Ситечка, например, сюда накручивается и всё в порядке. Но вот эта вот штука сверху, например, уже не накручивается. Можно накрутить что-нибудь от фирмы Nalgene сверху. И получить вот такую фигню. Правда, она чуть-чуть подтекает, поэтому это только поставить на стол и всё. И не более того. Поэтому ситечка, к примеру, можно использовать с вот такой фигнёй. Но всегда надо перепроверять резьбу. Со многими... Ну, эта резьба несовместима. Здесь она чуть-чуть отличается от бутылки Nalgene. И очень-очень жаль. А вот эту штуку проверим. Нет, эта штука никак прокручивается. Это точно не подойдёт. Следующая проверим с бутылкой от компании SpLAV. Эта бутылка от компании SpLAV у меня таких три штуки или четыре. Одна из них реально эксплуатируется как вело-бутылка. И вполне комфортно. Самое главное к этим бутылкам приобрести ещё питьевую крышку нормальную. Не вот эту, а нормальную питьевую крышку. О них есть отдельный видос. Реально всем советую. Если у вас бутылки от фирмы SpLAV приобрести на Алиэкспресс, к ним хорошие крышки. Вот эти бутылки комплектуются уже из коробки SpLAV. Вот таким вот. Такой вот хренькой. Ну, вот таким вот, чтобы на вас не брызгало, не облиться. Но она не слишком надёжная. Она может выпасть. Я её никогда не пользуюсь. И совместимость с бутылками SpLAV сюда очень туго накручивается. А крышка фирменная от бутылок SpLAV вот сюда не подходит. Поэтому будем считать, что несовместимы. Не будете же вы докупать ещё какую-то особенную крышку сюда. Хотя можно к бутылке SpLAV докупить фирменную налджиновскую крышку. И вот тогда, и так далее. Но если вы уж будете покупать фирменную налджиновскую крышку, вы уж купите фирменную налджиновскую бутылку, а не сплавовскую. Так что вот такие дела. Непонятно почему, SpLAV делает немного другую резьбу. Ну и как многие другие делают непонятно почему. То есть, например, на этом ситочке не подходит. Бутылкам SpLAV ситочка не подходит. Чего они всё разное делают? Договориться что-то не могут. Вот, например, ситочка вот в эту штуку входит на четверть оборота. Так что это ненадёжно. И с ситочком вот эта синяя крышка несовместима. То есть, 100% будет через неё проливаться. Просто не закручивается. Почему? Объяснений нету. Ну вот так вот сделаны какие-то зазоры мельчайшие. Уже вот эта штука сюда встаёт хорошо и закручивается. Эта штука встаёт сюда хорошо и закручивается. Эта штука встаёт на эту хорошо и закручивается. Но ситочка имеет, видимо, чуть-чуть другой зазор. Так что данные аксессуары несовместимы. А так можно было бы такое нагромождение сделать. Вот такая хренатень. Основная фишка этих бутылок, то что здесь качественный, хороший пластик. Он не выделяет вредные вещества. Если залить сюда, допустим, кипяток, то есть она не трескается. Она более-менее прочная. Но если вы, конечно, упадёте на неё, она может лопнуть. Если будет с водой наполнена, то меньше шансов, что она лопнет. Если пустая, я думаю, лопнет. Фишка в том, что вы идёте, допустим, в поход. И можно взять с собой вот такую вот бутылку плюс обычную полторашку. Обычная полторашка с узким горлом, сминаемая, с которой можно пить на ходу и так далее. А вот эту штуку использовать, во-первых, у вас будет больше запас воды, так как вы несёте две бутылки. Во-вторых, сюда можно сливать кипяток. То есть вы вскипятили воду в котелке на костре, а потом бах и слили сюда. Не нужно ждать, пока она остынет. В пластиковую полторашку кипяток не надо наливать. Они не для этого. Выделяются химические вещества, если налить в обычную пластиковую полторашку кипяток. Здесь можно заваривать что-то. Прямо здесь, не обязательно в кружке. Отсюда можно просто пить, как из кружки. Но в основном, конечно, она заваривается для всяких чаёв. Я хочу чай из чаги забабахать. Наливаю полную бутылку кипяточка, горячей воды. Кипяточка полезное вещество убивает, но всё же. С кипяточком, если заваривать, вкуснее будет. Какие-нибудь трав нафигариваю. Всё, заливаю водой, оно настаивается здесь. Кружка в это время может быть занята чем-то ещё. То есть использовать как кружку. Поэтому в поход выходного дня брать вот это, плюс ещё обычная полторашка, это хорошая концепция. Вот и всё. Плюс с неё можно собирать ягоды, там я начну бруснику собирать. Это будет удобный, хороший контейнер. Естественно, это всё стоит денег. Конечно, можно взять флягу за 100 рублей армейскую на барахолке и вообще не париться с удовольствием с ней, там ходить в какие-то походы, может быть, кто-то будет и так далее. Просто я для себя выбираю такие вещи, которые функциональные, удобные, хорошо исполненные и, как бы, всё это в использовании комфортно. Пользуюсь лет пять, наверное, этой бутылкой. Она вся исцарапанная, исчёртая. Ну, пока не треснула. Вот эта оригинальная крышка я ей не пользовался, поэтому она как новенькая. Ну, такие дела. Я всё в этом видосе объяснил. Надеюсь, было полезно, было интересно. Всё. Всем пока. Увидимся.